Делегация нашей республики У вас не возникли проблемы, что необходимо знать и нужно соблюдать Полюбовались великолепными горными пейзажами и насладились свежим воздухом В Тиберде отдохнули дети из Луганской народной республики Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Крачево, Черкесия Сегодня в Грозном открылся Кавказский инвестиционный форум «Большой Кавказ от моря до моря» В нем принимает участие глава Крачева Черкесии Форум станет площадкой для презентации инвестиционных проектов И возможностей регионов Северокавказского и Южного федерального округов А также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов Обсуждение ключевых проблем, всесторонние оценки инвестиционного потенциала И поиска новых направлений и решений для бизнеса Делегация Крачева Черкесии примет активное участие в мероприятиях деловой программы форума В том числе через работу экспозиции нашей республики, на которой будут представлены основные направления развития региона Глава Крачева Черкесии Рашид Семрезов поздравил жителей Зеленчукской со 165-й годовщиной образования станицы В этот день для жителей и гостей подготовили большую развлекательную программу Основанная в 1859 году, станица Зеленчукская стала надежным кордоном на южных рубежах России Ее основали казаки из прикубанских станиц и переселенцы из Полтавской губернии Вместе с горцами новые поселенцы в разные годы трудились на полях и заводах Защищали отечество от внешних врагов, восстанавливали разрушенную послевоенную страну, поднимали сельское хозяйство Потомки первых поселенцев Зеленчукской смогли сохранить лучшие культурные и нравственные традиции Заложенные многими поколениями живущих здесь людей Как и прежде, здесь в почете добрососедство, уважение к старшим, любовь к своей родине Сегодня многие сыны Зеленчукской достойно несут службу на территории проведения СВО Говорится в поздравлении главы региона Ежегодно 12 июля в день станицы Зеленчукской отмечается престольный праздник День апостолов Петра и Павла в храме прошла литургия Которую провел благочинный Южного Крачево-Черкесского церковного округа Настоятель храма Петра и Павла Станицы Зеленчукской Протеерей Евгений Суптельный Жители и гости приняли участие в спортивных мероприятиях Перетягивание каната в конкурсе «Самый сильный станичник» с толканием гири Для жителей станицы организовали также концерты с участием творческих коллективов района 50 лет со дня первого наблюдения на радиотелескопе «Ротан-600» Отметили в специальной астрофической обсерватории РАН, расположенной в Карачево-Черкесии Легендарный «Ротан-600» расположен недалеко от станицы Зеленчукской На высоте 970 метров над уровнем моря Эта конструкция сочетает в себе преимущества подвижных радиотелескопов и неподвижных одновременно За полвека на радиотелескопе с кольцевой антенной диаметром 6600 метров проведены сотни тысяч открытий Одним из главных стало обнаружение самой далекой радиогалактики По словам директора специальной астрофизической обсерватории Геннадия Валявина Такую мощную технологию можно сравнить только с машиной времени «Ротан-600» является одним из основных инструментов Вообще радиопазон здесь – это очень важную роль, так сказать, играет В построении, так сказать, физической картины мира в разные времена Дело в том, что и оптические телескопы, и радиотелескопы Они обладают способность видеть прошлое То есть это такая машина времени То есть очень близкие объекты, которые находятся от нас не так далеко Там самые ближайшие, допустим, звезды Установка рекламных конструкций или вывесок считается незаконной Если она не согласована с муниципальными властями Во многом из-за этого в Черкесске с начала текущего года С городских улиц и фасадов зданий демонтировали около 350 различного рода конструкции Что необходимо знать тем, кто желает выставить на всеобщее обозрение Свои товары или услуги, выяснял корреспондент Артур Мхц Аккуратные дома без лишней кричащей рекламы Дороги без огромных щитов, создающих помехи автомобилистам Лет семь назад жители черкесского подобной роскоши для глаз и не мечтали Разумеется, наведение порядка в сфере наружной рекламы не было легким процессом Даже сейчас встречаются люди, искренне верящие, что можно где угодно Никого не спрашивая, установить щит, баннер или растяжку Щиты, растяжки, они у нас незаконные, если они размещены на ограждениях Если они просто прикреплены к деревьям, была проведена огромная работа буквально недавно По устранению этих нарушений, и это является нарушением Они должны быть размещены в специально установленных местах Определенных местах, которые утверждены схемой размещения рекламных конструкций Там они должны находиться Ежегодно под запрет подпадают сотни рекламных сооружений на основных городских улицах От 350 черкесску удалось избавиться в текущем году благодаря работе специалистов отдела по нарушке Кроме того, за этот же период собственникам конструкции были выданы около 300 предписаний на демонтаж незаконной рекламы С другой стороны, 10 человек решили пойти правильным путем Сперва получили у городских властей разрешение, согласовали размеры и содержание, после чего установили рекламные носители Перед тем, как устанавливать какую-либо конструкцию, либо рекламную, либо вывеску Необходимо обратиться в управление градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкеска Только после того, как получили разрешение, уже можно изготавливать и устанавливать данную конструкцию Стоит помнить, размещение рекламных конструкций без согласования с городскими властями приведет к ненужным проблемам и дополнительным финансовым тратам Всю необходимую информацию можно получить в управлении градостроительства и архитектуры Артур Мхц и Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия Управлению Федеральной почтовой связи Карачаево-Черкесии в этом году исполняется 30 лет В Черкесске состоялось торжественное собрание, на котором поздравили виновников торжества и вручили им награды Али Баташев подробнее Букеты цветов, почетные грамоты, благодарности различных министерств и ведомств республики Теплые слова поздравлений были адресованы работникам почтовой связи городов и районов Карачаево-Черкесии Чтобы доставить письмо, нужно провести кропотливую работу Это начальник, это оператор, это почтальон, это водитель должен отвезти в другую республику или в другую страну, в другой населенный пункт Поэтому наша почтовая работа, это связано с людьми Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, цифра 5 на синей пляшке, в синей форменной фуражке Это он, это он, Карачаево-Черкеский почтальон Еще долго было встречались в двери почтальоны, приносили только самые добрые и хорошие известия Александра Мищенко работает почтальоном в Учжигуте 35 лет, доставляет пенсии, корреспонденцию на пятом участке, протяженность которого более 20 километров Утром вышла и пошла по участку, ну я иду по участку с закрытыми глазами, потому что я же говорю, с 89-го года я на этом участке И иду с закрытыми глазами, я знаю каждого человека, кому зайти, кому, как говорится, газету дать, кому письмо дать, кому что Я говорю, не знаю, ходим Устаю, конечно, уже возраст, устаю, но ничего, ходим, ходим и ходим, надеюсь и буду ходить Преданность своей профессии, долголетний добросовестный труд лучших специалистов почтовой связи были отмечены почетными грамотами и благодарностями Народного собрания, различных министерств и ведомств региона А также редакциями День Республики и национальных газет Карачаева Черкесии Али Баташев Ренат Муков, Вести Карачаева Черкесия Калейдоскоп народов Кавказа под таким названием прошел на фестиваль в парке культуры и отдыха Зеленого острова Черкеска В рамках фестиваля были организованы традиционные национальные подворья, выставка ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел, где можно было приобрести понравившиеся работы Также для всех жителей республики организовали яркий галоконцерт с участием творческих коллективов СКФО и ЮФО Всех участников мероприятия поприветствовал министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов Это настоящий праздник национальной культуры и традиции, где каждый может увидеть огромный мир различных этносов, проживающих на территории России, отметил он Мы при этом все являемся большой-большой культурной частью нашей страны Мы при этом все являемся большой-большой культурной частью нашего народа, наших республик и нашей страны Большое спасибо за то, что вы каждый день своим трудом сохраняете культуру каждого из наших народов, традиции, то, что нам нужно передать нашим потомкам, то, что мы получили от наших предков Наверное, это сейчас для всей нашей страны, сохранение наших традиционных ценностей И самое главное, и здесь Россия становится лидером и ведет за собой весь остальной мир А это делаете в том числе и вы Поэтому спасибо вам огромное за это Я надеюсь, дни фестиваля для вас станут запоминающимися Вы обретете здесь новых друзей Ну и, конечно, сможете снова приезжать к нам в гости уже просто, чтобы отдохнуть у нас на курортах Карачаева Черкесии В загородном детском оздоровительном лагере «Жемчужина Кавказа» в Тиберде отдохнули дети из Луганской народной республики На линейке наградили победителей конкурса плакатов «Береги природу» После торжества ребята отправились в Донбай, чтобы полюбоваться великолепными горными пейзажами и насладиться свежим воздухом Они смогли больше узнать о природных достопримечательностях Карачаева Черкесии, полюбоваться прекрасными видами и, конечно, сделать множество фотографий Напомню, на отдых в нашу республику прибыло больше сотни детей из ЛНР Для них была подготовлена двухнедельная программа отдыха и оздоровления в загородном лагере Туристические маршруты Карачаева Черкесии стали лидерами Северного Кавказа в летний период 2024 года Трекинг по горным тропам является одним из самых востребованных видов отдыха, согласно исследованиям Российского союза туроператоров Туристические маршруты Донбая, Чичхурский водопад и Бадугские озера стали самыми популярными Почетное третье место занял Архыз, где очень популярен пеший путь к Софийским озерам Далее смотрите интервью старшего государственного инспектора Главного управления МЧС России по Карачаева Черкесии Аслана Кемова С ним встретилась Альбина Ламкова Субтитры создавал DimaTorzok